всем привет с вами диктофон и сегодня мы поиграем в игру под названием блун тд6 и это озвучка это озвучка прохождение элитного босса блунариуса который я как раз таки тоже записывал уже после самого прохождения этого босса опять же таки повторяюсь только потому что приходилось делать несколько попыток каждый раз рассказывать одно и тоже было все-таки тяжело и я решил сначала пройти а потом уже вам рассказать что да как что к чему надеюсь что все будет хорошо в этот раз я поставил сразу же обезьяну с бумерангом а только для того чтобы потом поставить бенджамина как бы он стоит дешевле чем инженер инженера 100 400 монет и следовательно мы бы поставили бенджамин бенджамина на раунд позже то есть так мы хотя бы еще немного денег сэкономили ну мне так кажется что я сделал все правильно тем более все вот эти вот шары которые уничтожил бумеранг он же потом пойдет для парагона как бы это только плюсы поэтому вот и также кстати это видео немного ускорено всего на 20 процентов как бы не так уж и много но хоть что-то я сначала решил ускорить на вообще 50 процентов и выглядело это тоже нормально единственное что звуки были очень искажены бенджамин там вообще пищал и как бы шарики тоже очень так быстро лопались и я думаю это было бы вам вообще некомфортно слушать музыку я не хотел какую-нибудь подставлять хотел чтобы все-таки были какие-нибудь звуки игры на девятом рамде я уже поставил нашу первую панановую ферму как раз таки она нам сейчас очень нужна и будем ее прокачивать потому что это вот вообще этот босс и я на самом деле фигею с каждым разом все больше и больше а не уж то они действительно решили их все сделать сложнее как бы мне так кажется что до этого босса были попроще а тут как-то они все добавляют добавляют усложняют усложняют так еще мало того что они и делают босса сложнее они еще и запрещают использовать другие наши строения например была запрещена обезьяна с дротиками как бы это та обезьяна которую мы не дается бесплатно и как бы я бы ее использовал сэкономил бы деньги еще бы бенджамина бы раньше поставил как бы были бы одни плюсы а тут вот такое вот все происходит и я вообще не понял это меня правда ввело в ступор так еще обезьяны с дротиками это самый дешевый парагон который бы нам очень сильно пригодился и как бы я действительно очень хотел его поставить а тут мне сказали нет нельзя а я такой ну пипец ну ладно ну нельзя так нельзя еще шиповый завод на самом деле тоже жалко что его нету потому что в начале бы я его точно не использовал но под конец я бы на всякий случай поставил его ближе к выходу прокачал по нижней линии чтобы там эти шипы копились потому что очень много таких спорных моментов опасных было но счастью более менее обошлось так тут вот ставлю уже третий рынок продолжаем и копить деньги копить прям вообще ставить я до последнего даже кстати не прокачивал обезьяну с бумерангом чтобы немного еще поставить а ферму чуть чуть и еще прокачать чтобы знаете чем раньше мы поставим тем раньше мы прокачаем тем также раньше мы начнем получать деньги и что я поставил себе в голове задачу что ладно мы потеряем немного жизней но зато мы раньше начнем зарабатывать и как бы окей и вроде бы даже вот это вот получилось самое главное это задать темп в самом начале и мне кажется у меня получилось все-таки есть наверное куда стремиться все равно конечно у меня тактики такие не сказать что невероятные самые обычные с учетом того что как такового опыта у меня немного но он на самом деле очень хорошо развивается мне это очень радует что я чему-то учусь что-то вот новое так тут я уже поставил нога у нас все надо его прокачать до огненного шара чтобы он хоть помогал как-нибудь обезьяне с бумерангом а то постепенно она уже не справляется у нас всего 37 хп и как бы страшно уже так еще чуть-чуть проходят ну как бы реально скоро уже надо бы огненную стену ставить но я пока продолжаю прокачивать банановые фермы то есть мы будем ставить таких 8 8 обычных банановых ферм а потом будем ставить рынки вот это вот то что прям для нас сейчас необходимо по-другому никак на самом деле но к счастью пока что мы справляемся самое главное я пока что в самом начале сам все собираю я даже эти камни не разрушая чтобы туда фермера поставить только для того чтобы не тратить лишние деньги то есть хоть это и стоит всего 350 рублей ой рублей монет зато если бы у нас было бы на 150 побольше мы бы еще накопили мы бы смогли прокачать банановую ферму я вот поставил в приоритете то что мы лучше ее прокачаем это вот так вот и проходят мои первые 27 раундов как раз сейчас он идет также я пока тут все идет хочу вам рассказать о том что мне есть свой дискорд сервер на котором уже больше 50 игроков чему я все участников чему я безумно рад в это можете общаться найти друзей играть совместном режиме с ними просить совета по возможности я надеюсь что вам там всем будут отвечать я тоже стараюсь иногда там сидеть честно скажу что времени у меня там не так много то есть я не часто захожу зачастую занят но иногда пытаюсь все равно уделять вам время поэтому ссылка будет в описании мы вас ждем а так уже 29 раунд мы тут прокачали уже обезьяну с бумерангами аж слово забыл и обезьяну мага и до 40 раунда они точно должны протянуть спокойно прям нет никаких у них проблем и все теперь уже есть 8 основных ферм теперь уже нам надо рынки ставить сначала мы чуть-чуть и так вот прокачаем и уже копим на прокачку по нижней линии так как это очень важно все таки 31 раунд если даже мы сейчас прокачаем ее то она все равно успеет окупиться ну как в том плане что если мы продадим ее потом то мы все равно выйдем в плюс так что вот первое первый рынок уже у нас есть к счастью я тут очень много замедлял очень часто скорость убирал только потому чтобы все успеть проконтролировать как бы знаете только у нас деньги появляются на какую-либо папу вы все я говорите все все появляются у нас деньги на какую-либо покупку я сразу же ее делаю чтобы максимально время экономить чтобы все было максимально заработать даже не знаю как нормально все это вот сформулировать просто чтобы все было хорошо им не на самом деле вот интересно какие вот еще есть тактики как еще вот можно было вот так вот пройти потому что этого босса уже прохождение я не смотрел то есть тут уже я вот сам вот максимально придумывал там из на прошлой неделе я смотрел ну при этом ничего не получилось типа все сам по итогу сделал а на этой неделе я даже толком не всматривался единственное знаете вот что для меня будет такое вот подспорье теперь очень хорошее это я буду заходить на свои видео предыдущих недель и просто просматривать что я примерно делал чтобы вообще вспоминать что такое босс и что он из себя представляет потому что реально от блунариуса к лечу я немного начинаю забывать их особенности как-то у меня память такая кратковременная в этом плане а я думаю что это ведь не последние боссы что далеко не последние как минимум наверное в этом году нас еще ожидает один вообще если так подумать на самом деле можно придумать столько различных боссов к этой игре мне бы даже хотелось почитать в комментариях какие у вас есть предложения каких боссов могут добавить я почему-то думал что знаете к новому году ну даже вот к обновлению где у нас был морской навар можно было бы добавить новогоднего такого снежного босса но это классно выглядит ночью классная задумка мне кажется можно что-то прикольное сделать тут я кстати уже начал накопление тратить на примаглефы которые очень хорошо помогают справляться с первым классом боссов тут вот посмотрите я поставил шпилькомет кажется вот так прокачиваю но не спешу продавайте рынке просто берем по максимуму чтобы они нам поддали денег видите как бы уже босс подлетел и вот только сейчас я начал продавать прокачал зону шпилек и я понимаю что этого точно должно хватить и все дальше я прокачиваю рынки тыкаю без остановки просто раньше прокачаем раньше деньги и вот это что я уже знал на все на несколько шагов вперед ну как не до конца потому что все таки босса я не проходил не побеждал и я еще не знал что меня ждет в финале потому что на данный момент в этом видео у меня был максимальный раунд который я доходил с этим боссом 110 где-то на 110 раунде я проиграл и вот тут кстати посмотреть фиолетовые шары камуфлированные пролетели потому что обезьяна маг их не может пробивать а я как-то постоянно забывал они а потом я такой понял что типа чтобы их пробить нам можно поставить обезьяне деревню и прокачать чтобы она видела камуфляж такой думаю а это еще где-то 3000 и как бы я все равно не проиграю от этого тогда уж лучше ферму вкачаю типа все у меня максимально отточено на ферму теперь перезаходим чтобы у нас стояла пауза и будем удалять наш плекомет да и как раз прокачиваем вот эти вот все фермы чтобы сразу же они у нас были расчищаем тут я бомбометатель поставлю на всякий случай потому что сейчас уже постепенно муабы у нас пойдут это как бы опасно сразу же ставлю кстати эту деревню чтобы все-таки камуфляж был виден и все и теперь мы продолжаем сразу же опять рынки 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 миллион рынков нам сейчас надо у нас есть 12 раундов чтобы их поставить большое количество так как но даже больше на самом деле потому что потом у нас же будет этот босс пока будет этот босс идти я еще много денег смогу заработать а как бы у меня по плану уже по тактике который я на тот момент составил я собирался ставить друида на то место где бомбометатель и как бы пока бомбометатель ой бомбометатель пока босс дойдет до этого места пройдет еще несколько раундов за которые я успею зарпутать денег но это такой тоже знаете это уже напряженный класс потому что тут так немного опасно такая карта дурацкая на самом деле 4 мне она не очень понравилась так есть четыре рынка уже почти 5 до есть 5 рынок один из них отличился он с желтыми бананами другие зелеными так все и вот сейчас мы начали кстати получать хорошее количество денег довольно таки быстро зарабатываем продолжаем все идти и ставите рынке просто как можно больше нам их сейчас надо на будущее блин и кстати вот сейчас посмотрел и типа но вы могли временный рынок поставить на месте но рядом с фермером банановым все обезьяны фермер потому что там мне так кажется место то неплохо а я уже не помню по моему я туда не ставил ничего но ты знаете так на будущее если что то действительно туда можно поставить дополнительный рынок еще больше денег я тут действительно уже пробовал втулить как можно больше как можно выгоднее было так и вот сейчас у нас есть уже двенадцать рынков здесь к сожалению не ставится и в этом месте сейчас я еще буду ставить здесь кстати если не ошибаюсь у нас четыре рынка войдет но уже пятьдесят седьмой раунд то есть у нас босс будет через три раунда ну как вы можете заметить я не коплю деньги на друида я продолжаю тратить деньги на рынке просто их устанавливаю вот еще даже ставлю два раунда а для меня все равно вот эти вот рынке это то что надо так и сейчас еще один буду ставить конечно дал то есть вот в эту кстати круг я умудрился додумался поставить а где банановый фермер что-то нет но странно ну да ладно и все как вы можете заметить теперь у нас деньги очень хорошо начали идти уже 12 тысяч мы даже накопили и я не тороплюсь я просто жду и надеюсь что вот те обезьяны которые мне поставлены они пока что будут спокойно справляться как бы я бы не сказал что они спокойно справляются ну пока что у них все нормально и вот видите мужа 30 тысяч накопили единственное что дальнейшего накопления нам надо обновить раунд чтобы у нас пошел новый раунд а для этого же надо уничтожить всех остальных шаров а пока долетят эти муабы тоже времени знаете невероятно большое количество пройдет а тут уже укрепленные муабы а у укрепленных в два раза больше хп и как бы это уже страшно и и самое прикольное знаете когда ты используешь скилл бомбометателя а у тебя там поставлено что ты бьешь первых а он стреляет все равно в босса и ты не понимаешь как это работает вот здесь я кстати уже поставил первого друида то есть 50 тысяч мы накопили все тут буду дальше прокачивать чтобы у них бонусы были продаю один рынок все-таки я думаю он успел нам хорошее количество денег принести и теперь просто бафаем при этом нам надо еще копить денег так как я еще до этого проверял я пробовал добавлять принца тьмы принц тьмы хорошо помогает добивать муабов но он не помогает добивать шары которые вылетают из этих муабов и так я один раз проиграл как вы знаете казалось бы все было хорошо отчета нет отчета не вышло и вот я начал ставить супер обезьяну супер обезьяна тоже классная ну даже тогда я понял что одной мне ее не хватает что я временно хотя бы должен поставить их 2 а потом еще ведь увидел что за 19000 же там у них есть прокачку посередине который добавляет скилл который наносит большой урон в радиусе в радиусе этой обезьяны и что он очень крутой и это вспомнил я давно про это знал он толком как-то тоже давно это не использовал а тут я такой понял что мне это надо вот ближайшие кстати волны друид еще должен сам уничтожать как все будет хорошо а тут уже надо технический террор видите эту тыку из остановки потому что мне уже страшно если уже на всякий случай поставил его чтобы он помогал сразу поставил вторую супер обезьяна понимаю что денег там мало проднул уже до этого продал 4 рынка и как бы понимаю что этим все не закончится деньги то мне до сих пор нужны так и вот тут уже пока идем нормально пробил уже больше половины но при этом уже становится все опаснее и опаснее а денег так много и не дается поэтому наверное придется продавать еще рынки потому что это опасно на самом деле тут видите пока они еще высадятся эти моба они там летают по полгода тут я поставил рынок ну понял что я фигню наделал как бы мне сейчас типа себя поверил а лучше уж подстраховаться еще тут потом продал несколько рынков вот видите вот здесь вот я понял что я не хотел использовать скилл супер обезьяны типа я наверное так справлюсь а вы видели там большое количество было и я вот все таки понял что надо использовать и действительно полегчало то есть я использовал скилл кстати там раньше времени это и не понял ну да ладно но к тому моменту я уже прокачал другую супер обезьяну и у нее тоже откатился этот скилл а тут даже не пришлось его использовать потому что два технических террора видимо справляется хорошо уже и это меня радует то есть тут у нас уже есть два таких скилла на всякий случай я не побоялся его использовать потому что ну как вы видите было уже очень сложно вот сейчас они встанут на линию нормально полетят и я также вот использовал скилл мы уничтожили это действительно очень хорошо помогает так как один друид у нас бы с этим точно уж не справился и чё я делаю сразу же после иду домой сначала конечно поставил банановую ферму а потом понял раунд обновился все пора нам всех продавать а тут я короче понял да 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 вот я вам расскажу ну сейчас вы увидели молить но и ля в котором я перезошел думал что раунд обновился он не обновился и тут шары уже были на выходе а я думаю а чё такое а чё так страшно так ставлю сразу же 5 банановую ферму мою любимую тут прокачиваю но это прям реально знаете на самом деле страшно было только загружаешься а шары на выходе уже ладно я хотя бы успел там нажать на полу на паузу там перезайти вот 70 раунд теперь мы можем со спокойной душой перезаходить ничего нам не угрожает никаких боссов поблизости нету но при этом до сих пор все очень страшно все очень тяжело я продал наших технических терроров и у нас было сто девятнадцать тысяч как бы прикиньте нормально так сразу же банановые исследовательские лаборатории сделал нам нужен клей метчика поставил на всякий случай еще и ледяную обезьяну тоже прокачал дина обезьяна классная мне она прям нравится так и на оставшиеся деньги конечно нам надо дальше идти прокачиваться ставить опять эти рынки и тут я как раз таки думал чё нам лучше еще один рынок или исследовательскую лабораторию или вообще что делать хотя как бы тут я наверное именно решил ставить прокачивать исследовательские лаборатории да тут он именно вот так вот пошло ну конечно также до сих пор страшно потому что я понимаю что следующий босс уже через девять раундов а мне как бы денег надо очень много а а мне сейчас заработком проблемы и чё делать как вообще жить дальше использую скиллы бенджамина также вот коплю вот сон девятнадцать тысяч есть и как бы теперь уже пора качать чине оставить деревню нашу потому что чем раньше мы ее поставим вот это как раз таки вышел чтоб поставить на паузу чтобы так подумать расставить все не торопясь вот действительно тактическая пауза хорошо что хотя бы она тут есть она действительно даете подумать так как по мне эти боссы они сложнее чем чемпанзе то есть если на чемпанзе вот чтобы получить такое платиновую окову на карту тебе надо без паузу проходить а тут вот все таки мне кажется без пауз нормально невозможно ну конечно возможно типа тяжело очень ты сразу же поставил две деревни опять ставлю фермеров потому что когда он был криво поставлен и нормально ничего дополнительного не вмещалось теперь мне надо накопить 40 тысяч чтобы поглотить все эти фермы как вы видите тут очень долго приходится ждать вот эти вот дирижабли пока они полетают а мне все на выходе почти стоят и из-за этого так долго все идет но с другой стороны это даже плюс именно плюс когда уже сам босс появляется это дает не такое прям немалое количество времени для того чтобы подготовиться к нему то есть я успеваю и денег накопить так нормально прям хорошо и в целом все идет так неплохо так все 40 тысяч есть тут кстати опять у меня по моему пойдут проблемы о которых я как-то не думал из-за этого мне придется перезаходить или я не знаю тут ли это будет или нет по моему тут как хочется на самом деле видео промотать как будто я это youtube сейчас смотрю типа чё будет дальше чё это я понимаю чё вот дальше то что нет вот нельзя так сделать укрепленные мабы мне вообще не нравится видите как тяжело у нас они справляются опять же таки использовал скилл у бомбометателя а у него там стоит типа первая а он кидают скилла вообще в этот в красный дирижабль вот тут я тоже не понял прикола как это работает к чему это вот вообще так и и вот здесь уже кстати проблема да тут я на всякий случай решил перезайти потому что вот мало ли проиграем хотя если честно я вот сейчас вот там прогляделся там не так много шаров ну действительно вроде бы не так много вылетела но я подумал что действительно можно поставить вот такую вот обезьяну ниндзя чтобы она липкие бомбы кидала в самом начале и хотя бы уже разбивала эти дирижабли в будущем потом смотрим надеюсь что все будет нормально так пока что проходится вроде бы все у нас хорошо с липкой бомбой намного всего полегче в этом плане так 20 тысяч кстати уже накопили опять исследовательскую лабораторию прокачиваем и мне на самом деле интересно здесь будет еще одна у меня проблема а то я тут смотрю у меня есть чуть-чуть побольше информации чем у вас но при этом все равно как бы и я в этом плане как зритель просто это дополнительная озвучка вау 40 тысяч вот здесь вот да вот посмотрите тут мы точно проиграли вот сто процентов и такой не 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 это не надо это мы заново уж лучше начнем так ставлю тут сразу несколько этих глефов на которых у нас как бы денег вы кажется не хватает и тут вот сразу же нам сколько дали жесть классно а до после того же 4 раунда всего вы посмотрите как мало в этом плане так тут прокачиваю по моему звуки в игре стали громче я надеюсь что это мне только так кажется что это не сбилась где-то настройка ну до этого мне действительно оказались звуки в игре потише ну я кстати не жалею что поставил вот эту обезьяну ниндзя она действительно хорошо разбивает вот эти липкие бомбы и наносит большой урон очень помогает бомбометателю нашему так наша деревня кстати уже приносит очень хорошие деньги то есть спасибо ей большое за это хотя она и денег стоит гигантских почти 200 тысяч поэтому это не ей спасибо это нам спасибо за то что мы вложились так в нее ну действительно огромные деньги просто с учетом того что мы не использовали каких-либо бонусов в начале игры которые дают себе денег вот здесь кстати посмотрите я тоже вовремя среагировал потому что очень много камуфляжа пошло я такой чего не 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 сейчас мы проигрывать не будем поэтому я просто опять понимаешь что денег не хватает и ставлю дополнительную деревню и все и больше ничего потому что мне так кажется что вот эти вот два еще глефа они очень ну будут хорошо помогать уничтожать так же чуть я прокачаю потому что улучшение по верхней линии помогает бить обычным обезьяном быстрее а как раз таки у нас обезьяна с бумерангами это она является обычной так до появления босса всего два раунда а мы как бы я бы не сказать что все равно готовы мы бы мы вообще не готовы что я даже вот так бы сказал как бы вроде бы и все по плану идет но все равно паника такая немного в голове есть потому что ты не видишь у себя вот на индикаторе денег трехсот или четырехсот тысяч ты видишь двадцать тысяч которые вот сейчас уже станут нулями ну ладно пятью тысячами потому что я прокачал исследовательскую лабораторию и теперь я сразу ставлю нам обезьяны с бумерангами дополнительные только чтобы вот их вот прокачать потому что раз у нас нет обезьяны с дротиками а как бы лучше сейчас сделать inheritance парагона то я буду делать парагоны из обезьяны с бумерангами хотя на самом деле то есть обезьяна с дротиками это у нас сколько парагон где-то будет стоить четыреста пятьдесят тысяч а обезьяны с бумерангами парагон будет стоить пятьсот сорок тысяч где-то пятьсот сорок пятьсот тридцать тысяч И как бы, ну действительно, усложнение, по-моему, что вот у нас такая идет переплата, ну, в 1080, если бы, хотя я не знаю, как бы справился на самом деле парагон Обзианы с дротиками против него, может быть тут по-другому бы и никак не сложилось, но все-таки, как бы уже 81 раунд, вы посмотрите, где этот босс? А у нас как бы парагон вообще не близко, мы еще даже Обзианы с бумерангами не прокачали, вот теперь вот прокачали, и еще нам надо как бы 400 тысяч, у нас всего 20, ну уже 30, и как бы для того, чтобы нам быстрее получить деньги, нам надо обновлять раунды, а для этого нам надо быстрее уничтожать этих вот муабов, которые у нас на входе, а с этим у нас тоже проблема. Поэтому просто ждем и надеемся, как бы у нас сейчас только 60 тысяч, а надо еще 330, ну при этом мы кстати уже пробили ему 60 тысяч хп каким-то образом, то есть малыми усилиями добиваемся нужных результатов, 150 тысяч есть, очень страшно на самом деле вот видеть это все, я уже понимаю, что как бы будем продавать эту деревню, которая стоит 200 тысяч, нереальных денег, но без этого никуда, такой, а вот эти вот смотрите, еще муабы, они не уничтожаются, и нам не дают дополнительные деньги, и это меня прям уже все пугает, я сижу и такой, да что происходит, все, и тут я кстати подумал, что я продал ту деревню, но я продал другую, и я думаю, а где деньги, а что это такое, ладно, я хотя бы заметил, и вот посмотрите, какой урон начал наноситься, прям хороший в этом плане, тут я уже думал, все, либо победа, либо нет, и я не знаю, вроде бы парагонов не бафает, вот эта вот постройка, эта вот деревня, ну я на всякий случай такой, ладно, поставлю, потому что меня еще пугало то, как вот эти вот ДДТ вылетают, вы посмотрите, они прямо на выходе были, я тут успел поставить деревню, понимаю, что мне очень страшно, поэтому ставлю принца тьмы, пускай хотя бы его дирижабли, вы посмотрите, они прямо на выходе, я тут, как я часто тут тыкал на менюшку, потому что мне было уже очень страшно, я такой, ну сейчас они вылетят, ну мы уничтожили, ну я сразу же начинаю все продавать, опять создал нашу ферму, точнее деревню вот эту крутую, ставлю опять фермы, теперь нам их надо прокачивать, следующий босс уже через 9 раундов, а нам опять нужны колоссальные деньги, я опять криво ставлю, потому что возле этого круга на самом деле постоянно что-то да не так, что-то может да не влезть, и каждый раз ты сидишь и думаешь, что-то надо сместить, что-то удалить, что-то переставить, но за мои вот попытки, за все вот это вот количество, я наверное успел прям много раз их все разместить, и пока что, кстати, вот с прогоном, ну прям нормально, то есть я не переживаю, что у нас кто-то пройдет, просто вот коплю на вот эти вот фермы, продаю рынки, чтобы было исследовательские лаборатории, так как пока что это именно то, что нам надо, я думаю, что все равно эти лаборатории приносят побольше денег, чем вот рынки наши, так, и теперь я ставлю обезьян-флебустиеров, начинаю их как-нибудь прокачивать, сразу же ставлю торговую империю, буду окружать, там других обезьян я сразу же продал оставшееся количество рынков, ставлю, конечно же, снайпера на реку, тут чуть запутался, такой думаю, что это такое, это я снайпера ставил вместо флебустиеров, так, тем временем у нас с 5 раундов до сотого раунда, то есть уже всего ничего, я тут начинаю ставить прям кучу таких торговых суден, суден, не знаю как правильно говорить, я пытался в любом случае, типа также они будут давать дополнительные деньги, здесь я уже буду ставить другие прокачки, ну и здесь еще пару таких торговых суден, тут, ну все, вы меня поняли, я уже путаюсь, так, и пока что, ну, к счастью, у нас ничего не угрожает, просто так вот прокачиваю, чтобы больше денег было, в любом случае это будет лучше для нас, и я даже, кстати, вот не помню, что будет право дальше, единственное, что я помню, на нижней линии деревня позволяет больше денег зарабатывать, там прямо так написано, что взяны больше зарабатывают, поэтому я так думаю, что надо вот это вот поставить рядом с суднами, чтобы они вот так вот больше нам приносили, и я вот сейчас вспоминаю, на самом деле, как это правильно работает, потому что, когда я только начинал играть, мне казалось, что оно работает с обычными обезьянами, что вот они стреляют, и когда они пробивают слой, там дают, например, не одну монетку, а две, ну, мне так сейчас кажется, что это так не работает, на самом деле, что это мой вымысел такой, ну, да ладно, так, все, босс у нас появляется, вы посмотрите, сколько у него КП, 8 миллионов, но, к счастью, господин Глев сразу же наносит деньги, о, деньги, урон, и у нас уже есть 270 тысяч монет, то есть по деньгам у нас таки неплохо на данный момент идет, то есть денег мы действительно стали зарабатывать немало, судно сделали свои, как это, свой вклад, наверное, так скажу, большой причем вклад, я так думаю, они нам действительно большое количество монет принесли, так же, как и фермы, все вот эти вот, а фермы у нас очень много, и сейчас у нас вот, примерно, 420 тысяч, остается всего 80, совсем чуть-чуть, но при этом все равно страшно, потому что мы пробили полтора миллиона всего, ну, вообще, на удивление мы это пробили, потому что господин Глев так настрелял, умудрился, так, все, создаем прогона сразу же, причем прогон 25 степени, 25 степени это прям нормально, и что я понимаю, что все, типа, это наш максимум на данный момент по урону, если мы победим, то мы победим, а я пока буду делать то, к чему я больше всего привык, это размещать всех обезьян, которые будут давать денег, чтобы больше денег зарабатывать, зарабатывать, чтобы мы не ждали, пока мы победим, а уже расстанавливали и надеялись на будущее, и, кстати, вы можете посмотреть, что половину хп мы ему уже снесли, здесь у него уже остается 3 миллиона, и морской навар, он действительно, он очень хорошо наносит урон, прям вообще здорово, это мой любимый прогон, вот реально, самый такой классный, столько всего может, но при этом он довольно-таки дорогой, если честно, бюджетным его точно не назвать, он стоит у нас 600 тысяч, а мне ведь кажется, что реально будет какой-нибудь 100% парагон, который будет намного еще дороже, так, у нас 110 раунд, и я понимаю, что будем вкладываться дальше в рынки, ставим их, просто тратим все деньги на получение еще большее количество денег, чтобы потом уже к 120 раунду мы продали все, что нам не надо, и уже прокачивали и ставили то, что вот нам надо, само собой, для уничтожения вот последнего класса, тут я, кстати, что-то криво так поставил, здесь же можно было аж 4 рынка сделать, а я что-то только 3 поставил, сразу же вот еще поставил обезьян-ниндзя, чтобы они хоть как-то урон накапливали, для того, чтобы мы потом сделали, ну, хотя бы более-менее парагона, хоть с каким-либо уроном, так, тут я что-то застопорился на самом деле, я так думаю, что я бы тут еще бы мог поставить несколько рынков, мы бы еще бы заработали денег побольше, хотя, на самом деле, я толком и не знаю, на что бы мы их потратили, был бы у нас вот обезьян с дротиками, скорее всего, мы бы на него еще потратили вот эти вот деньги, но тут уже что поделать, как бы из единственного того, что у нас остается, это мы можем вот поставить парагона из обезьяны-ниндзя и храм солнца, вот этот вот от супер обезьяны по верхней линии, то есть как такового все, все вот эти вот супер обезьяны, супер строения закончились, 119 раунд, уже на следующем раунде у нас будет этот босс, последняя ступень, о, 600 тысяч, вот здесь он на тень тоже стоит, а сколько на варх? А на варх, по-моему, ну, тоже ведь 600 тысяч, если я не ошибаюсь, так, перезаходим, продолжить, и сейчас будем продавать все наши фермы, все наши рынки, и будем расстанавливать уже, делать все, и, кстати, знаете, чем меня удивило, вот сейчас это вот все будет долго, потому что я уже тогда привык нажимать на бэкспейс, вроде, да, кнопка называется бэкспейс, и она позволяет тебе сразу же продать ту или иную обезьяну, вот строение, а тут она мне перестала работать, иногда бывает, что надо перезайти в игру, это, видимо, баг ее, ну, прям тут я такой, е-мое, это как же так, на самом финале она решила мне все доломать, ну, ладно, так вот потыкаю, надеюсь, что это вам не сильно так надоедает, ну, посмотрите, то есть я вот создал вознесенную тень, у нас еще есть деньги, тут я понял, что я не то вкачал, как бы надо идти по верхней линии, а я вот тут вот сразу же полез, продал вот такой вот у нас рынок, и прокачиваю, да, вот еще такого вот храма гигантского, и я понимаю, что он у нас не видит ни камуфляж, ни свинец, ну, свинец вроде может пробивать, поэтому я его забафал, и все теперь нормально, и теперь мы готовы, и здесь я, кстати, офигел, 40 миллионов хп, вы видите это, 40 миллионов, откуда, почему так много, тогда было же, по 24, то есть 24, это реально, это много, и этого достаточно, как по мне, здесь я опять не то поставил, ты хотел поставить алхимика, чтобы проапать, ну, начал ставить обезьяну мага, и то есть, как бы, вот вы посмотрите, сначала, на прошлом классе было, 8 миллионов хп, а здесь 40, то есть в 5 раз больше, я считаю, что это слишком, что вот они вот такое вот сделали, до этого же, я помню, было 24, хотя, причем, эта карта, она небольшая, ее не назвать большой, и не назвать легкой, то есть, она такая дурацкая, максимально дурацкая карта, что вот такое вот произошло, я прям вообще в шоке, но при этом мы уже, снесли ему 13 миллионов хп, 13 миллионов, это прям неплохо, но все равно, впереди нам еще надо, очень много его, наносить урона, я надеюсь, что у нас все получится, при этом, все-таки, вот этот вот храм солнца, истинный бог солнца, он хоть и классный, но я бы не сказал, что он наносит, очень большое количество урона, поэтому все-таки, я думаю, что, он начнет наносить, очень большое количество урона, если его сделать, истинного, мстительного бога солнца, ну вот да, если его сделать, как истинного, мстительного бога солнца, тогда, прям вот, будет здорово, ну, чтобы его сделать, это нам придется потратить, ну, на полмиллиона, на 600 тысяч больше, а у нас такого количества денег не было, как бы, несмотря на то, что все вот это вот время в игре, я тратил, полностью фокусировался на накуплении денег, чтобы они у нас были, чтобы все было хорошо, все равно мы не достигли, ну, такого максимального эффекта, максимального результата, ну, кстати, вот, вы можете заметить, что у него уже остается, ну, вот, 11 миллионов хп, то есть мы ему уже, ну, вот сейчас, на данный момент, пробили 30 миллионов, это невероятно, на самом деле, очень много уже сделали, и тут мне уже становится страшно, потому что, смотрите, как они тут вылетают, и они не прям на подходе, я на всех случаях ставлю мэда, ставлю ему точку, чтобы он здесь стрелял, и при этом, еще, сейчас я вам буду ставить деревню, чтобы он также видел камуфляж, и свинец спокойно пробивал, если что, потому что это реально, ну, уже все, страшно, опасно, последние 5 миллионов хп, нам тут еще, нам тут еще, победа, подписывайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, а с вами был Диктофон, всем удачи, и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok, и, пока! Субтитры сделал DimaTorzok, пока! Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,